Вечер, когда точно не стоит засиживаться дома. Возможность постичь азы какого-нибудь искусства или стать участником творческого события представилась тем, кто в ночь искусств решил зайти в музей или библиотеку. Одними из первых ко всероссийской акции на Слободской земле присоединились сотрудники и посетители Центра чтения детей и подростков. С пяти часов вечера в этом отделе библиотеки знакомились с искусством быть сильным. Фитнес с элементами рукопашного боя предложил собравшимся руководитель клуба «Ладомир» Владимир Шулаков. Охотнее всего необычной техникой заинтересовались воспитанники Слободской школы-интерната. Это новое вене, мы пытаемся его возродить. Но в принципе хоровод он был всегда в русских народных сказках и стилях. Там хоровод играли, это был одним из видов боевого обучения молодежи. Ну сейчас просто переложили на новый лад на современный, питаемся быть креативными. У нас много сподвижников, надо делать что-то такое. Молодежь не потеряна, просто надо стучаться со мной. 15-летний Павел Слободин на этом занятии был отмечен особо. Как оказалось, юноша несколько месяцев посещал кировскую секцию бокса. Продолжить занятие не удалось по объективной причине. Владимир Шулаков готов и дальше заниматься с желающими. А пока ребята обсуждали прошедшую тренировку, в соседнем зале поклонники популярной музыки пробовали силы в одной из версий игры «Угадай мелодию». Коллектив Гриновской библиотеки в этот вечер тоже решил быть ближе к музыке. Любимые песни из кинофильмов. Так назывался концерт, приуроченный к году российского кино. Я с Москвы только, поэтому я вот только что впервые здесь меня пригласили, и мы будем исполнять песни. Какие песни из кинофильмов вам ближе? Вообще какое кино вам ближе? Наше старое кино и все песни, которые в кино поют. Тема кино, конечно, очень интересная. У каждого есть свои любимые фильмы. А в этих фильмах, соответственно, есть любимые песни. Ностальгия, конечно, она всегда, особенно по старым фильмам. Старые фильмы, конечно, были они лучше. Я по профессии музыкант, поэтому я хочу послушать местных артистов. Чем они живут, чем они увлекаются. И вообще послушать хорошую музыку из кино. Ближе, наверное, в общем, советской эпохи, как говорят. Золотой фонд наших песен. Самые любимые, наверное, из фильма «Тевчата». И романс из кинофильма «Жестокий романс». В тесноте да не в обиде. Это про посетителей Центра патриотического воспитания имени Григория Булатова. В Ночь искусств здесь собралось беспрецедентное количество людей. Начало празднику положила детская программа. А потом мы пригласили взрослых наших читателей и даже людей, которые впервые к нам пришли в Слобожане. Это был концерт Духового оркестра под управлением Игоря Бердинских. Вы знаете, в песне живет душа народа. И вот сейчас я в это убедилась. Когда я смотрела в зал, я видела, как на лицах играют улыбки, как улажняются глаза. И я поняла, что мы сегодня не зря собрались здесь. Полный аншлаг. Я рада, что так все получилось. Я в восторге, как и многие зрители, посетители, кто сегодня пришел на эту программу. Блистательный, великолепный концерт нашего городского Духового оркестра под руководством Игоря Бердинских. И очень хорошо, что была реклама. И могли эту рекламу прочитать люди и прийти сюда на все мероприятия. Юные посетители библиотеки могли занять не только глаза и уши, но и руки. Творческая работа в единственном тихом уголке кипела вовсю. Часто у вас в библиотеках? Нет. Понятно, просто. А сегодня почему решила прийти? Меня пригласили подруги. Что ты сейчас в данный момент делаешь? Открытку для мамы. Каким-нибудь творчеством занимаешься? Да. Люблю рисовать. Занимаюсь гимнастикой, танцую. Вечер продолжил шоумен Виктор Бушмелев. Победитель конкурсов «Тамада России» и «Хрустальный микрофон» исполнил песни из передачи «Игра и гармонь», а также душевно пообщался со зрителями. Победитель конкурса «Тамада России» и «Хрустальный микрофон» Победитель конкурса «Тамада России» и «Хрустальный микрофон» Городов на земле очень много, но есть один, без которого жить мы не сможем с тобой. Для кого-то Москва любовь, для кого-то Владимир, а для нас Слободской, наш родной Слободской.